Микс Ньюс Доброе личное утро, всем хочется сказать пятничное. Утро Анны Смирнова, Олег Пека и Евгений Копин за звукорежиссёрским пультом. Начинается программа «Личное утро». Композитор Платон Буравицкий у нас. Доброе утро. Всегда встречаемся с нашими латвийскими интересными, творческими, талантливыми людьми. И вот если мы говорим о Платоне Буравицком, то как раз-таки ваш портрет был на столетию филармонии в числе, там, по-моему, 12, ну, по временам года, ныне живущих латвийских композиторов. Ну, почти. Филармонии у нас нет, а музыкальная академия есть. Да, музыкальная академия, да. Достижение это для вас? Это честь оказанная мне, потому что там был дизайнер, там был художник, фотограф, у них была своя концепция, как они выбирали. Потому что здесь ещё есть, особенно из моего поколения, ещё много композиторов, которые, я думаю, более достойны, чтобы их фотография там была. Ну, это может ли быть подтверждением успеха всё-таки для вас? Как вы это воспринимаете? Подтверждение успеха для меня, если бы у заказа, если я смогу также обеспечивать семью музыкой, вот это подтверждение успеха. А можно ли вообще вот композитору современному, именно, который сочиняет не шлягер, который поют в ресторане, а классическую музыку, то есть вот зарабатывать музыкой на жизнь? Да, я так делаю. То есть успех монетизирован? Ну, по сути, подтверждение успеха – это возможность заработка? Или как вы это увидите? Для меня подтверждение успеха – это возможность делать то, что ты хочешь, а если ты делаешь то, что ты хочешь, ты должен для этого на это отделять время и посвящать этому себя. А если ты посвящаешь этому себя, те другие дела либо не хочется делать, либо нет времени делать. То есть, если ты этим зарабатываешь, это как раз, что и требовалось доказать. Ну, здесь ведь история недооцененных композиторов, которые в свое время не могли зарабатывать тем, что они производят, что они создают. Жили, умерли в бедности. Да, и в то же время после их признали как гениальных. Да. Как вот этот парадокс, может быть? Парадокс такой, что они, наверное, ладно, выражусь как капиталист, недостаточно много работали. Это я шучу, конечно. Они сочиняли гениальную музыку, они сидели дома, они не коммуницировали, они не знали. Пиар у них был плохой. Ну, да. Сочинить музыку для кого? Чтобы ее кто-то исполнил. И где исполнил. И я, как правило, пишу только, когда я знаю, что эта музыка будет исполнена вот такими-то музыкантами. То есть вы пишете уже для музыкантов? Да. Разумеется, я пишу и по вдохновению, но, как правило, такой состав собрать сложно, и в последнее время я по вдохновению пишу мало, только для фортепиано, когда я знаю, что я сам сыграю. А представьте себе, вдруг ангел спускается с небес и говорит, вот Платон, у нас выбор есть, прожить, скажем, тяжелую, трудную жизнь, быть буквально забытым при жизни, но посмертная слава. Или все наоборот, лавры, деньги при жизни, но забвение после смерти. У меня сейчас дочь и жена. Если это все вписывается в концепцию, что им будет хорошо, тогда да. Если им хорошо, я живу сейчас, и то, что там после смерти произойдет, меня это уже не будет волновать. То есть забвение не пугает вас? Нет. Меня пугает сейчас. Вот есть работа, вот это для меня очень важно. Сейчас, 25 января, в Большой гильдии, как раз состоится концерт Латвии Шосимбернинского музыки Лилл Концертс, и вот как раз вашу музыку будут играть. И 4 февраля Ханзе Сперон, опять-таки, еще одно произведение прозвучит. То есть сейчас, можно сказать, вы очень-очень востребованы. Ну, это так получилось, что два концерта один за другим совпали, что они почти один за другим. Ну, да. На протяжении этой недели, да, я востребован. Ну, а чувство востребованности, насколько оно важно для вас? Вот это ощущение, что ты нужен, и талант, он может быть проявлен. Оно важно? Ну, это я даже бы не назвал востребовательностью. Да. Кто-то меня знает, они мне заказывают музыку. У меня есть возможность работать. Это востребованность, тогда да, вот это важно. А кто заказывает музыку обычно? Ну, я имею в виду меценаты, богатые люди, или это какие-то общественные организации, государственные? Как правило, принцип «Найми себя сам». И если есть какая-то задумка, разговариваешь с потенциальным исполнителем, пишется проект «Культур, капитал, фонд» на основе протокола о намерениях, и уже государство за это платит. То есть, государство нужно. Ну, мне кажется, что для творческого человека, наверное, особенно важна вера в себя и в свой талант. Как вы считаете? Да. Помимо каких-то подтверждений таких вот уже на бумаге, да, не знаю, количество нулей и так далее, вот личное самочувствие, личное самоощущение. И бывают, может быть, моменты такого кризиса, когда эта вера пропадает? Приходилось ли вам с этим сталкиваться? Да, во времена, когда учился. То есть, переживали такие минуты? Да. Сейчас уже нет. Ну, насколько это является испытанием? Ну, да, является. Это надо просто пережить. Ну, решить, что ты будешь делать дальше. У тебя проблемы с музыкой, со своей. Нужна ли она тебе? Если она тебе нужна, идешь и работаешь. Если она тебе не нужна, смотришь, что тебе нужно, идешь и делаешь, что тебе нужно. То есть, так практично? Да. Эмоции не преобладают в этот момент над какими-то такими вот... Не, ну, преобладают. ...зинным алгоритмом. Разумеется, это все сложно. Это я просто схему рассказал. Как оно переживается все по-разному. Ну, по сути, вот паттерн такой. Ну, кризис может стать ступенью перехода на другой уровень у композитора? Может быть, может и не стать. У меня это не были ступени перехода на другой уровень. У меня это было просто продолжение. Тебе это надо? Надо. Тебе это не надо? Не надо. Вот знакомые там работают на заводе и так далее. Они зарабатывают деньги. А ты еще учишься в среднемузыкальной школе с 8 утра до 9 вечера. Зарабатывать не можешь. И вот думаешь, тебе это нужно или это нужно? Ну, вот интересно и важно, наверное, расчертить границу между такой слепой верой в себя, да, и здравой верой в себя. Возможно ли тут какая-то объективность в этот момент, когда ты переживаешь кризис и понять, это просто временный кризис как ступень или как просто такое затишье временное, да, или же это вот действительно подтверждение того, что, возможно, эта вера была слепая все это время в талант. Да, это важно осознать, это слепая вера и не слепая вера. Ну, у меня с этим проблем не было. Я всегда знаю, что я делаю и знаю, что у меня получается. Я знаю, почему, допустим, меня не номинируют на какой-нибудь приз и почему номинируют моего коллегу. Потому что, когда берешь мою партитуру и партитуру коллеги, там все понятно. А что понятно? Вот больше инструментов, более, не знаю... Больше решений на квадратный метр бумаги. То есть это вы тогда понимаете, что это объективно. А если не объективно, вот кажется, что у вас больше решений на квадратный метр бумаги, а все-таки вот почему-то номинируют коллегу. Это черно-белая зависть или стимул? Ну, пока такого не было. То есть вы всегда видели объективные причины, почему так происходит. Ну, интересно, вот вы же, когда учились в музыкальной школе, вы сразу почти стали... Ну, вот вы почувствуете, что вам интереснее играть свою музыку, чем чужую, да? Да. То есть вот этот момент, когда... Ну, простите, вот это же очень напоминает знаменитый анекдот «Чукща не читатель, чукща писатель». То есть вот когда хочется... Ну, вот именно самому скучно то, что придумали другие или почему? Вот или просто получается лучше то, что свое? Во-первых, получается лучше, я это умею записать, это можно воспроизвести. А когда я играю, например, Шопена, занимаешься там несколько часов на утро, не получается. То есть понятно, я не пианист, я композитор. А когда это произошло, в каком возрасте, вот понимание? В 8 лет я появил интерес композиции. Ну, и думал, параллельно буду как Рахманинов играть. И писать. А в 12 лет я уже понял, что играть я уже не буду. Ну, мы сейчас вот видим на видео, которое вы выкладываете в социальные сети, в том числе о том, что не только вы, но и ваша маленькая дочь играет уже на фортепиано. Ну, я играю только свою музыку. Я сейчас, если мне надо будет разучить Баха или Шопена, я не смогу. Ну, или мне надо будет очень много времени все отложить, чтобы сыграть. Мне даже это особо не интересно. А дочка какую выбирает музыку? Ну, дочке полтора года она подражает. Пока что только, да. Ну, а предел таланта, на ваш взгляд, существует? Вот предел собственных возможностей? Потолок. Ну, работоспособность существует. Насколько ты готов искать новое решение? Насколько ты не хочешь спать? Насколько ты не начинаешь писать механически, потому что у тебя дедлайн? Вот это и есть, по-моему, критерий таланта. Если ты все время ищешь, ты все время в активном тонусе, то у тебя процент таланта больше. А если ты гениально начал, а потом, ай, тактовая черта, тактовая черта, и финальная двойная тактовая черта, да, ну, так, да, может быть, ты там визионер, но ты уже не работаешь. Дедлайн, вот все-таки, Павел Николаевич, вот русская черта все-таки, вот то, что дедлайн подстегивает и дает такой мощнейший творческий пинок, можно сказать, вот в другой работе, вот в вашей, когда вы понимаете, что нужно вот закончить, не знаю, симфонию завтрашнему утру. Да, так оно и происходит. Если ты, если дедлайна нет для меня, во всяком случае, ты начинаешь валять дурака, либо просто не работать, либо что-то искать еще дополнительное, чего искать не надо, вместо того, чтобы писать какие-то поиски. Другие композиторы это как раз используют, им не нужен дедлайн, они вот могут писать год, могут писать два года, и вот собирают все находки воедино, получается гениальная работа, но я себе так не могу позволить писать, потому что симфония – это конкретная форма, она длится конкретное время, и за это конкретное время платят конкретные деньги. И если бы у меня были бы богатые родители, то да, было бы круто. Ну а как вам, как композитору, приходит вот это произведение, любое произведение, да, это спонтанно какая-то вот навязчивая мелодия, как, знаете, вот у Чайковского, кажется, было в каких-то из мемуарах, описанных о его жизни, было рассказано как раз, что он ехал, его одолевала хандра, и потом заболел. То есть мелодия начала навязчиво звучать в голове, и он понял, что это то, что нужно, вот какой-то такой момент, один такой небольшой эпизод, буквально секундный. Вот у вас это какая-то навязчивая мелодия, которая не дает заснуть, или это упорный процесс сочинения? Бывает и так. Импульс приходит по-разному. Либо в процессе импровизации, импровизирую много на фортепиано, и бац, что-то получается, и это надо записать. Либо часто я гуляю пешком в процессе прогулки, я придумываю либо принцип, либо импульс, там мелодия не обязательно. Ну тоже вот, как осенило, тоже надо бежать записать. А иногда математически надо вот сочинять, и ты сидишь и придумываешь конструкции, работаешь, чем более ты раскованнее, чем менее у тебя на тот момент догм и стереотипов, тем опять же шире получается. То есть три варианта. Один математический, когда я грызу, второй, когда мне приходят во время прогулки, а еще третий в... Импровизации. Во время импровизации, да. Вот так интересно, вы сейчас точные науки упомянули, я вспомнила Пуанкаре, которому приходило подтверждение теоремы, именно когда он отключал свой мозг от мыслительного процесса поиска. То есть вот этот феномен нашего мышления, конечно, здесь надо говорить уже с нейробиологами, но такое случается, что в момент, когда вы отключаетесь и отключаетесь от заданной цели, приходит результат. Да. Ну, с вариациями всякими, ну, так бывает. В полудреме я обычно ложусь перед своим местным рабочим, как бы то сплю, то не сплю, но я уже не сижу, активно не работаю. И тогда вот у меня прокручивается музыка в голове, и тогда самое лучшее решение находится. Гатта Крис, по-моему, грызла яблоко, когда не могла придумать какой-то вот сюжетный ход. Есть ли какие-то тоже такие вот ритуалы, условно говоря, которые помогают, стимулируют? Ну, рецепта нет. Каждое произведение, оно по-разному происходит. Иногда надо... Часто бывает, что я дохожу, записываю какую-то идею или принцип, грубо говоря, мелодию, и нужно писать что-то дальше. И стопор. Надо искать следующее решение. Вот тогда надо погулять, потереть уши, либо сидеть и придумывать. Да, выйти из лабиринта каким-то образом, и каждый раз этот какой-то образ разный. Рецепта нету. А где вы гуляете обычно? Где можно встретить Платона Бурганского? По Риге, через мосты, через Далгова. То есть это наиболее вдохновляющее, может быть, место для... Да. Наш слушатель спрашивает, как освоить нотную грамоту? Ну, я понимаю, что в этом пишут. Как можно записать музыку, которая возникает в голове, если не знаешь нотной грамоты? Что делать? Ну, этот человек мучается. Это сложно. У меня такие же проблемы. У меня нет абсолютного слуха. Если у композитора есть абсолютный слух, он берет нотную бумагу, садится, пишет. Ну, в голове звучит. Он пишет, да. У меня нет абсолютного слуха, мне надо все подбирать. И пока я подбираю, я теряю часть материала. Если 30% из того, что звучит в голове, я записываю, то это окей. Если мы не знаем нотной грамоты, нам надо, не знаю, какой-то секвенсор в себе, как-то в процессе импровизации, нам наля-лякать на ноты. Есть программа, например, и не помню, как называется. Довольно много программ в наших гаджетах. Куда можно петь, он тебе показывает, что это за нота. Ну, вот такие вот элементарные. Сам использую. Но многие музыканты говорят о том, что своей музыкой они могут не только выразить какую-то такую большую идею, может быть, какой-то музыкальный образ большой, но и разговаривать тоже, в том числе с помощью музыки. Да. А чтобы разговаривать, наверное, надо мыслить музыкой. Вот вы мыслите музыкой. Да, я мыслю музыкой. Но, опять же, понять то, что я говорю музыкой, может только человек, который тоже мыслит музыкой. То есть возникает понятие подготовленной публики. И это в академической музыке большая проблема. То есть я как раз хочу объединить некоторые субкультуры, точнее, все субкультуры, ну, пока я объединяю там... Электронную музыку. Да, электронную музыку, техно, вот эти вот, кто на танцуйках прыгает на высоких каблуках, и тоже те, кто в выжерельях ходят в концертный зал. Вот эти вот. Пока с этими работаю. Такой микс. Угу. Абсолютно разных интересов. Да. Публики. И как это? Ну, я с чему стремиться. Я к этому стремлюсь. Это, конечно, может быть, даже это и невозможно достичь, но я над этим работаю. Но должен ли композитор сделать своего слушателя тоже исполнителем того произведения, которое он написал? Соавтором. Да, соавтором. Современная музыка подразумевает то, что каждый имеет право ее понять по-своему. Если в романтизме не было другого пути, были конкретные фигуры риторические, то есть в романтизме они закончились, в ренессансе они начались. Вот когда вот там ноты звучат так, это понятно, она там «Христос распят». В романтизме, если вот это звучит так, понятно, это шум леса или водичка там капает. То есть ассоциации довольно... Вариантов нет. Сейчас музыка стала сложнее. Она не говорит конкретным языком, но она говорит абстрактными символами. И каждый имеет право ее трактовать по-своему. Вот ваше предчувствие о плохом, о чем-то плохом, что ждет впереди? Или хорошим все-таки? Оно вот как чувство волнения. Чувство волнения перед концертом, чувство волнения перед успехом, или чувство волнения перед боем? Потому что, несмотря на минорный латвинг, я вот лично воспринимаю это как предчувствие чего-то, ну да, наверное, волнительного, как вы сказали, но в то же время позитивного, хорошего. Чего-то впереди, какой-то вот такой вот маяк, может быть. Ну вот, может быть, да. Но оно, скорее всего, да, хорошее. Но я вот сам не знаю, оно хорошее или это. Потому что я испытывал разные чувства волнения. И это все одна и та же музыка, только эти все волнения были перед разными моментами. Страх перед выходом на сцену, он присутствует? Да, у меня очень сильно с этим. Барбара Стрейзент, она страшно боялась. Я помню, после того, как она забыла текст песни, она не выступала там чуть ли не 10 лет. Это вот... Есть страх вдруг что-то забыть, перепутать? Да. Ну, я сейчас выступаю меньше, я сейчас сижу в концертном зале и просто слушаю, как меня играют. Ну, когда мне надо играть, музыку, я даже свои произведения играю по нотам. Один раз я так, простите за выражение, обделался на сцене, я гайдно играл, с тех пор я зарекся играть наизусть. А вот вы сказали о том, что совершенно разные, вот электронная и классическая академическая музыка, которую вы пытались соединить, где, вот должен исполняться этот микс? В танцезалах или на концертных площадках? Вот этот микс может исполняться, в принципе, где угодно. На заброшенном заводе? На заброшенном заводе. В зале каком-нибудь там, типа, большой гильдии, в зале, тогда пусть исполняется в зале. На улице? На улице. В общественном туалете тоже может исполняться. То есть, эта музыка должна объединить субкультуры и, соответственно, мир. То есть, когда не будет, как Маяковский писал. Но вы сейчас очень так опасные вещи говорите, потому что вот эту фразу «моя музыка может исполняться в общественном туалете» так и просится там в заголовок для расшифровки сегодняшней беседы. Ну, может быть, не стоит быть так учежительным. Нет, но я говорю, что ну вот прямо оно вот шло. Конечно, к общественному туалету, потому что есть, например, известная мультипликация Константина Бронзита как раз о том, что можно встретить в общественном туалете и свою любовь. Там как раз вот история женщины, которая занимается пропуском, скажем так, в общественные туалеты, она встречает там свою любовь и потом они вместе куда-то благополучно уезжают. В этом смысле такая красивая история, уборная история называется, кстати. Идея о том, нет никакой предвзятости, никаких догм, что все можно, если у тебя этот замысел позитивный и хороший. Ну, то есть, грубо говоря, дверь надо закрывать за собой, детей там убивать нельзя. Вот если ты вот такие все соблюдаешь нормы, то ты, по сути, можешь остальное все делать. За свободу. Да. Мы сейчас сделаем... небольшой перерыв сделаем, а потом мы продолжим. Оставайтесь с нами. НИКС Ньюз. Продолжается программа «Личное утро». Я напомню, что сегодня в нашей студии композитор Платон Боровицкий. Вас часто называют одним из самых молодых композиторов, которыми гордится Латвия, которые вот вошли уже в список таких признанных имен. Насколько вот вы чувствуете ли себя, я не знаю, молодым начинающим, или в принципе это в творчестве не имеет значения, когда вы общаетесь уже там, не знаю, с седовласыми коллегами. По сути, да, я себя чувствую начинающим. Да, мне 30 лет, это как бы может быть немножко странно звучит, 30 лет он начинающий, я взрослый, но я закончил магистратуру в 26, ну и как бы вот эти путь этот идет 4 года. Ну, уже успели получить множество премий, хотя я знаю, что вы не так часто участвуете в конкурсах. Почему? Ну, конкурсы, они в основном для определенной возрастной категории. На тот момент я учился. Нам задавали конкретные музыкальные составы, и не всегда конкурс совпадал с тем, что задают. То есть, надо либо две работы параллельно писать, тогда я не умел быстро писать, сейчас я умею быстро писать. Плюс работа на конкурсе, конкурс, работа на экзамены, работа просто на концерт, ну, музыкальная работа, произведение, они отличаются, у них там есть своя специфика, это сложно и нужно ли, потому что на конкурс надо много сидеть и работать, а по сути это лотерея. Довольно тяжелая лотерея, не пошел лотерейный билет взял, а ее мое сидишь и пашешь, а потом вытащил этот счастливый билет сосед. по партии, да. А насчет того, что ты шипашешь, вот неспособность, вернее, в какой-то момент, может быть, если мы говорим опять о дедлайне, о том, что сроки поджимают, или там условно показать себя, проявить вот именно в эту секунду на конкурсе, а не позже, вот неспособность композитора выразить то, что он хочет, вот именно в конкретный момент, когда это необходимо, может довести до отчаяния? отчаяния? Да, может. Приходилось это переживание? Нет, я в принципе в этом плане осторожен, и по сути у меня пока все нормально, но я знаю, о чем вы говорите, но я пока это заведомо избегаю, потому что если в эту ситуацию попаду, ой-ой-ой-ой. Ну это как, знаете, во сне бывает, ты хочешь бежать, он такой паралич, ты не знаешь, что с этим делать, тебе приходится просыпаться, и ты просыпаешься, и понимаешь, что ты ничего не смог сделать, как-то отрегулировать то, что ты хотел. Во сне-то можно проснуться, а тут проснуться некуда, тут можно, ну, некоторые вены там режут, и так далее. Ну, конечно, есть очень печальный опыт творческих людей. Почему, на ваш взгляд, именно творческие люди так склонны вот к таким проявлениям? Ну, меланхолия, это, наверное, даже мало, я скажу, депрессии и прочим последствиям. Творческие люди много работают головой, и мало работают физически. Поэтому. Вот все люди, даже научные деятели, все, кто работают головой, когда там у них что-то не состыковывается, не знаю, теорема, там, концепция какая-то научная или музыкальная, это большой стресс всегда. У нас есть звонок. Здравствуйте, доброе утро. Пожалуйста, ваш вопрос Платону. Здравствуйте. Знаете, был такой случай, Паусу в свое время настили композитор, который симфонии печат вроде вас, вот, сказал, да вот, миллион алых роз, все-таки десяток напишу, а ты вот попробуй симфонию напиши. Паус разозрелся, сказал, ну хорошо, напиши хоть одну, не надо десяток. До сих пор этот классический композитор пишет и не может. Без хита нет композитора. Так вы считаете? Ага, спасибо. Да, я вот, например, не делю музыку на поп-музыку и на академическую музыку. Я делю музыку вот более регулярная, у которых меньше там решений, и более сложную, у которых больше там решений. Когда меньше решений, там есть такие моменты, как мелодия и гармония. И чтобы их гениально написать, их не каждый может сделать. Вот это мог делать Моцарт, это мог сделать Паулс. Я, например, не умею поп-музыку писать, я ее никогда не напишу. Я считаю, что она такая же сложная, ее тоже надо уметь создавать. Я не считаю ни в коем случае, что эта музыка проще. Ну, проще так вот. Действительно, вот Паулс может написать гениальную мелодию, Моцарт может написать гениальную мелодию. Я другими конструкциями работаю. Если мне даже вот закажут, напиши поп-музыку, у меня она либо будет какая-то вот такая заумная, либо кривая, и, в общем, это работать не будет. У нас еще просто звонок. Здравствуйте, пожалуйста. Доброе утро. Скажите, вот если взять классических там композиторов, живших там сотни лет назад, и предоставить им сегодняшние инструменты, которыми пользуются там композиторы, которые пишут электронную музыку, там, не знаю, там, реверберации, там, все, компрессоры, все прочее. Материал был бы сегодня лучше, скажите, пожалуйста. Спасибо. Я не думаю, что он был бы лучше, он был бы такой же, потому что есть композиторы, которые оперируют всякими эффектами и компьютерной музыкой как материалом, то есть для них это материал, а есть те, которые только как эффект используют. Есть еще композиторы, которые пишут только инструментальную музыку. Они пишут нотами, а как там ее озвучат, по сути, не важно. Я думаю, вот, допустим, если бы Моцарт дожил бы до наших дней, кем бы он бы сейчас был? Навряд ли он был бы Штокхаузеном. Скорее всего, он был бы как Элтон Джон. Если бы Бах дожил бы до наших дней, он бы, скорее всего, да, вот он бы эти все дела освоил и еще более сложно писал. Он бы, Бах писал музыку для ограниченного инструмента, клавир, клавикорд и клавесина, которым нельзя было сделать то, что он написал тогда. А вот фортепиано для него как раз самый лучший, вот рояль. А если бы еще электроника, так это еще было бы лучше. Вот, например, Бах обпередил свое время. Ну, вам, как композитору, какой инструмент наиболее привлекателен в звучании и в исполнении? Ну, в принципе, человеческий голос, а так, в последнее время для меня актуален сексофон и духовые инструменты. Именно духовые, да? Да, деревянные духовые. А что касается тональности и лада, что для вас ближе? В чем вы пишете более гармонично, себя чувствуете, когда пишете? Я пишу тональную музыку. Ну, может быть, какие-то диатонические лады, это когда, диатоника, если так... Миксовидийский? Если перевести на нормальный язык, это когда мы играем только по белым клавишам. Да. Ну, разумеется, я не играю только по белым клавишам свои лады, но вот диатоническая музыка, она мне близка. А так, по сути, я тонально пишу, где нет тональности. У меня музыка вся диссонантная. Но есть вообще... у которых болит голова от нее. Да, кстати, как говорили нам в перерыве. Да. Мужской голос, вот у вас же духовная сейчас, произведение духовной музыки, да, появляется для мужского хора. Да. То есть, это, в принципе, тоже занимает какое-то... Для вас это просто музыка или что-то большее, какое-то послание к небесам? Ну, вообще, хоровая музыка это отдельная, можно сказать, тема. Хор это не оркестр, хор это не электроника, хор это что-то вот такая лаборатория своих эмоций. Я и для хора Латвии писал, это недавно написал, для хора Логос, я написал-то я давно, исполнили его недавно, 20-минутное произведение на библейские тексты. Да. Ну, вот как раз о библейских текстах Петерис Васкс, ваш учитель, как раз, он говорил в нашей студии о том, что композитору дано, ну, передавать, опять же, какие-то послания, возможно, да, то есть, если в таких категориях религиозных рассуждать, что это вот такой посредник между человеком богом композитор, как вы к этому относитесь? Ну, да, композитор – это посредник между прогрессивными идеями и людьми должен быть. Ну, а идея – это идея бога или идея другая. И нужно людей вначале приучить слушать музыку, а потом они поймут твои идеи. Саундклауд, вот, где вы тоже очень широко представлены, вообще современные технологии, я знаю, что вы и в Твиттере, и в Фейсбуке, и в Саундклауде, то есть, возможности, которые предоставляют и социальные сети, и интернет, насколько они расширяют возможности композитора? Ну, то есть, вот, себя представить, опять-таки, вот этот пиар, возможности контакта с аудиторией, найти свою аудиторию, облисти аудиторию? Социальные медиа, они без рекламы ничего не значат. На Саундклауде можно залить гениальную музыку, но если никто не знает о твоем Саундклауде, ничего он тебе не даст. Зато удобная платформа, когда тебе просят, покажи пример твоей музыки, ты кидаешь ссылку, и круто. Кстати, на Ютубе можно послушать этот православный хор. Да, мы видели, да. как раз. Вот. Я социальными сетями пользуюсь только как инструментом, прикладным инструментом. То есть, я не использую рекламу, там, по сути, я могу удалиться из всех соцсетей, и ничего не поменяется. Я знаю композиторов более успешных, чем я, которых аккаунтов нет. и происходит у них и так. То есть, число лайков, подписчиков, там, этих смайликов, это не показатель. Это показатель, когда за несколько тысяч идет. Вот, когда, допустим, у тебя 20 тысяч подписчиков, из которых активны три тысячи. То есть, процент активных, он всегда меньше. Если ты сделаешь концерт, у тебя, ё-моё, раскуплены три тысячи билетов. А это не слабо. Это стадион. А если, как у меня, там, тысяча подписчиков, из которых активны шесть, ну, то это ничего не дает. Ну, зато у меня, если что, я могу кого-то показать, вот, к проекту приложить ссылку. Лучше, лучше, что было. Но просто я как раз хочу еще раз напомнить нашим слушателям, что если есть желание услышать музыку, как Владона Боровицкого, 25 января в Большой гильзии состоится концерт в Латвии, что симфоническая музыка с Лио концертс, ну, и 4 февраля Ханза Сперонс, там будет произведение на Кутне Мом Секу. Вот, скажите, вы ощущаете себя, как сказать, частью вот латвийской симфонической музыки или, может быть, ну, не знаю, там, мировой музыки? Насколько вот, ну, вот эти границы, ну, вот латвийская симфоническая музыка вас, может быть, ну, не знаю, или ограничивает, или дают какую-то вот идентичность? И, да, я, разумеется, моя музыка является частью латвийской симфонической музыки, в мире нет, потому что моя музыка исполняется, на данный момент исполняется только тут. А в Латвии три с половиной симфонических оркестра. и если ты активный композитор, ну, так это просто логично, что ты для них, для всех пишешь. Симфония Та Рига, да, там эти, которые будут выступать Ханзе Сперонс. Да, и, кстати, 25 января тоже будет симфония Та Рига. Да, да, тоже. И первое, второе произведение написано в жанре концерта. Концерт не как мероприятие, концерт как музыкальная форма, когда есть солист и оркестр, и они друг с другом перекликаются. 25-го будет концерт для саксофона с оркестром, а 4-го февраля будет для мульти, деревянного, о, как же это сказать, он, этот солист, он не мультиинструменталист, но он играет на всех деревянных духовых инструментах. Венесуэльский, по-моему, да? Да, он из Венесуала, но работает в Америке. Педро Эстачи, Педро Эстаж, его зовут, резидент Ханса Зиммера, и вот для всех вот мультиков и фильмов, вроде «Темного рыцаря», «Пирата Карибского моря», этот солист принимал участие в записях этой музыки. Интересно, вот о принадлежности ваш учитель, Петрис Васк, он как раз, несмотря на то космическое пространство и космополитичность своих произведений, он является невероятно народным композитором, ну, это на мой, наверное, субъективный взгляд, и его произведения подчеркивают идентичность. Вот в этом смысле это, ну, хорошая тенденция, скажем так, для композитора, несмотря на свою объемность, сохранять такую местечковость, ну, в хорошем смысле слова. Да, это для композитора хорошо. Вот в моей музыке как раз такого нет. Если слушаешь музыку Васкса, и если ты понимаешь, ну, слышал разные музыки, как они устроены, ты сразу понимаешь, что он латышский, ну, или балтийский композитор, прям, балтийский. А мою музыку нельзя идентифицировать. Она может быть с таким же успехом и американской, с таким же успехом и европейской, или русской. Ну, в любом случае, у меня европейская традиция. Да. Ну, еще один позвонок. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Вы знаете, вот классические композиторы, как вы и другие, обречены сидеть на плечах государства. Я был недавно на концерте «Металлити» с симфонической частью. Это вообще было поразительно. Они не требуют от государства ничего. Народ приходит и платит своими бабками. А кто платит вам? Вот. Мне по-разному. В общем, в Европе все академические композиторы и вообще сложное искусство, оно нотируется государством. В Америке у них совсем по-другому. У них есть целая традиция медсенатов. У них нет Министерства культуры, но зато у них медсенатство развито. Например, Филипп Глаз, он вот так пробился, и потом его музыка дошла до того, что он больше не сидит на шее медсенатов, а просто как товар. Люди покупают билеты, и он на этом работает. Но я к этому стремлюсь. Ну, Петр Ильич... В том числе известных саундтреков, простите, Олег. Ну, Филипп Глаз. Да. Ну, и... Кстати, вот просто хочу напомнить, что Петр Ильич Чайковский тоже как бы сидел, в общем-то, на дотации меценатки, да, то есть его спонсировали. Он сам не зарабатывает, хотя вот музыка, казалось бы, самая популярная, исполняемая. Да, вот у композиторов есть такая штука. У меня, разумеется, не так все трагично, что только государство. Но государство, оно неотъемлемую часть все же имеет. Иногда вот заказчик напрямую платит. Угу. То есть он заказывает, он платит. Как бы это вот уже как бы... Получается, что? Он получает тогда это произведение в свое пользование? Ну, для чего он? Это для какого-то, например, не знаю, условно говоря, миллионер хочет для своей, ну, знаю, со-супруги на юбилей сделать, преподнести музыкальный подарок, концерт, который специально для нее написан. Или как? Ну, вот, например, да, такое может быть, но все равно авторское право за мной остается. То есть он нашел композитора, нашел исполнителя, соединил их вместе, дал им на что жить и сказал сделать так вот. У вас тема любовь там или сила любви вот так вот и пишите. Слушайте, прекрасный, кстати, план, вот, если нас слышат меценаты, то почему бы не сделать подарок? Очень такой, да, масштабный подарок, скажем так. А дорого стоит, вот, например, заказ, ну, без конкретных сумм, но вот условно говоря, вот, сочинить произведение для композитора, сколько, сколько, какой порядок цен? Сочинить не так уж дорого, дорого организовать исполнение. Вот если там солист играет, то это одна сумма. Если камерный ансамбль, то уже это сумма, умноженная на количество человек камерного ансамбля. Если оркестр, в котором либо 60 человек, либо 30, там еще, я даже эти цены не знаю. Самое главное исполнительство организовать. Зал и исполнитель. А сочинить-то это не проблема. Сочиняет один человек и, как правило, он это делает по возможностям заказчика. А взаимодействие исполнителей с композитором должно ли здесь тоже быть соавторство? По идее, да. Но мне как раз это... Как это у вас происходит? Мне вот это как раз не нравится. Я пытаюсь писать объективно, чтобы не конкретный солист только играл, а чтобы через сто лет, грубо говоря, можно было взять ноты из библиотеки и сыграть. Но в современной музыке как раз развит подход для конкретного солиста. Вот этот солист за свою жизнь поиграл, потом солиста не стало и, в принципе, и музыки не стало. Вот Арва Пярт, эстонский композитор, в некоторых своих произведениях не ставит вообще размер в начале. То есть, это очень демократично абсолютно дает свободу выбора исполнителю, в каком размере ему исполнить это произведение. И каждый может по-своему. Как вы к этому относитесь? Вот Арва Пярт как бах. Его музыку можно будет играть всегда на любых инструментах, электроника, электроника, соло, соло, оркестр, то есть, для любого состава в любое время. По сути, то, что я хочу. А бывает ли так, что к вам приходит гениальная мелодия в голову и возникают сомнения, не слышал ли я эту музыку? Эти примеры какого-то подспудного заимствования каких-то вещей, они сплошь и рядом музыки, сколько возникало таких судебных даже. Если говорить о поп-музыке, то там это просто стало сейчас бедствием. Потому что кажется, что идеи уже все исчерпано, все было. В поп-музыке вот с этим сложнее, потому что они оперируют конкретными мелодиями. В европейской музыкальной традиции октава делится на 12 полутонов, то есть, у тебя 12 нот. Ну, 7 плюс полутона. Там, если ты пишешь плюс-минус сладкую мелодию, она по-любому будет что-то напоминать. А мне легче, потому что я не думаю о мелодии. Там у меня есть конструкции, там есть инструментации, ритмические конструкции, и там моя музыка подразумевает, что вообще там мелодии не было. Разумеется, бывает такое, что какой-то принцип или что-то что-то напоминает. Ну, тогда берешь, садишься, углубляешься, что же это может напомнить, либо находишь, тогда меняешь свое решение, либо не находишь, успокаиваешься. Вам приходилось осознавать это, что вот что-то я взял откуда-то? Пару раз было, причем один раз было независимо. Я придумал, а потом я спустя несколько лет услышал очень... Единственное, что спасло, что там были другие инструменты, совсем другая музыка, но решение было. Но мы не слышали этого произведения. Да, я не слышал этого произведения. Думаю, вот, е-мое, ну, потому что решения, они же как бы в воздухе витают, и колесо же тоже, скорее всего, не один человек придумал, а параллельно... Так может, это тот тоже у вас позаимствовал автор? Это как в известном фильме герой играет Паланеса Гинского, ему говорят, что это уже придумано, и он говорит, и это уже было. Да, такое, конечно, случается. Еще просто у вас еще один звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. В советское время, я вот знаю, мне говорили специалисты, сбасал две симфонии за год. Вот. Вот у вас, что, можете спросить, в то время он уже работал, и живи, не парься целый год, пожалуйста. Две симфонии, а он, который знает с новой написания, он может тебе сделать и четыре. Да, спасибо. Но можно ли прожить на две симфонии в год? Нет. Смотря сколько заплатят. Ну, по идее... Ну, исходя из тех расценок, которые сейчас есть. Исходя, да, вот, скорее всего, нет. Не, ну, можно написать хоть сто симфоний в год, только надо, чтобы кто-то играл и что-то за это заплатил. Не, ну, если по вдохновению, вот, пришла вот концепция симфонии, лучше ее записать и потом кому-то, конечно, предложить. Если есть возможность писать, и есть что писать, лучше, конечно, писать. Если проект не подтвердили, все равно надо написать, потому что я композитор, и я пишу проект, это как прикладной, это как, о, повезло, как пятнашку сложил. Моя задача писать. А писать, если, например, музыка для кино или театра, это, ну, гарантированно, хотя бы, во всяком случае, пока идет театральная постановка, музыка будет звучать, исполняться. Ну, да, театр это классная вещь, но в театр сложно пробиться. У меня есть, кстати, музыка для одного спектакля, называется, «Латыши». И, по-моему, до сих пор идет в Латвийском национальном театре в Малом Зале. У моего знакомого, например, она обслуживает 10 спектаклей в год. Это круто. У меня пока один за рейд. А почему «Латыши»? Ну, назвали так спектакль. То есть, про Гарлибо Меркелеса, его отношения, как он там вот это все делал, и называется «Латвияши». Спектакль. Ну, а ваша музыка? Моя музыка, там есть музыкальные номера, начало, поездка, там, и так далее. Но она с национальным колоритом? Нет. Она вообще, там нет национального колорита, она такая атмосферная, электронная. Там есть шум леса, раскачивание скрипящих саней. Это конкретика романтизма, о которой вы говорили в начале. Да. Но в театре по-другому нельзя. Если ты напишешь что-то концептуальное, скажут, ну, ты что творишь? Концептуальное искусство не готово принимать сегодня? Концептуальную музыку? Ну, в таких академических кругах, скажем так. концептуализм тоже бывает разный. Один мой знакомый, сделал выставку. Называется «Нефункциональные объекты». Вот такой концептуализм действительно сложно понять. А есть концептуализм, он даже, можно сказать, прикладной, который рассказывает, там, у него есть конкретное послание. Вот такой концептуализм здорово. К сожалению, у нас, нам показывают, что время программы истекло. Сегодня в личном утре был музыкант и композитор Платон Боровицкий. Напоминаем, что 5 января в большой гильзии «Атвишу симфониска» с «Музыка» с «Лио Концертс», где будет исполняться музыка Боровицкого. Ну и также 4 февраля в «Хансе Сперонс» прозвучит «Накот» на «Мум Секуа». Тоже приходите. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо, что вы пришли. До свидания.